Добрый вечер! В эфире программа Бет-Пи-Бет и я ее ведущий Александр Аксютиц. Сегодня мы поговорим об одном из самых злободневных для всех казахстанцев вопросов – школьном образовании. Эту сферу столько раз усовершенствовали, чем-то дополняли, реформировали, но, к сожалению, далеко не всегда это приводило к положительным результатам. Сегодня школы вновь стоят на пороге больших преобразований. Давайте узнаем, к чему надо готовиться нашим школьникам и их родителям у вице-министра образования и науки Эльмиры Соханбердиевой. Эльмира Евангельдиевна, добрый день, спасибо вам большое за то, что пришли к нам. Вы 10 лет работали учителем истории, вы 10 лет руководили школами, вы 3 года возглавляли управление образования Астаны. Ваше мнение, как практикующего педагога, на такое отношение к нашим школам зачастую у населения, сегодняшняя школа лучше или хуже той школы, которая была вчера? Здравствуйте, Александр. Я позволю не согласиться с таким утверждением, однозначным, что школы были когда-то лучше или там хуже или сейчас, потому что в любом случае, что сейчас образование намного шире и лучше, потому что у нас есть все возможности. Вы знаете, что мир не стоит, он идет всегда вперед, и поэтому новые технологии, IT-технологии, все те ученые, которые столько много сейчас информации, и мы, естественно, пытаемся их донести до детей, то, чего не было раньше, такой открытости, перевода там с английского языка, вообще вся всемирная литература, которая есть. Мы, естественно, вот это все хотим донести до детей, и сейчас огромное количество видеоматериалов, которых раньше не было. Поэтому я думаю, что, конечно, сейчас образование намного лучше, но не следует отметать, наверное, тот базовый уровень наших педагогов, когда мы с вами там учились, или наши родители в школах, где с 1 по 4 класс есть базовые знания. Просто единственное, не было под тех предметов, которые мы сейчас говорим, не было там познания мира, такое вот, как вот сейчас, в том аспекте, которую мы им даем, не было робототехники, которая сейчас будет, не было такого огромного количества с начальных классов языков. Поэтому я думаю, что сейчас образование намного идет впереди, чем оно было раньше. Знаете, я сам сталкивался с первокурсниками, причем в филологических вузов и факультетах, которые не умеют даже грамотно писать, они делают глупые орфографические ошибки. Когда спрашивал у руководителей вузов, у ректоров, как так, они говорят, это вся проблема в школе. Вот в школе сейчас так плохо стали учить, они даже писать не умеют. Ну, грамотность это вообще, будем говорить, что один такой, еще один большой аспект, который с 1 класса мы должны прививать, потому что с 1 по 4 класс учитель начальных классов, он, конечно, прививает вот первую эту грамотность. А с 5 по 11 класс просто есть гениальнейшие люди, которые вот в математике, там, в биологии, там, в нанотехнологии разбираются, а вот именно в написании, ну, идти им в филологический факультет выбирать, конечно, не было смысла. Но сейчас мы наряду с теми изменениями, которые мы сейчас вводим в систему образования, вводим те нововведения, стараемся ее усовершенствовать, то именно сейчас, именно касается и педагогических вузов, это тоже будет большая реформа, она уже у нас началась для того, чтобы мы могли по принципу, как у нас раньше было, вот достаточно ниже всего баллов, у него не хватает на отдельный факультет, и он идет на педагогический вуз. То сейчас мы, конечно, будем это дело в корне менять. Поэтому я думаю, что и качество преподавателей, тех, которые будут выпускать вузы, оно изменится. Мы отходим от старых стандартов в школах. А вы не могли бы назвать какой-то образец, которым мы движем наши школы в будущем? Ну, мы, у нас есть такая модель, вот нам было поручено правительством разработать заседание, вот что такое идеальная школа. Конечно, мы стремимся к этому, да. Если раньше мы, вот как было всегда, учитель дает знания, ребенок ее просто сидит и получает все. То сейчас мы выходим, именно будем исходить из обратного. Когда ученик уже говорит то, что ему нужно, он задает вопросы, и мы ставим совсем по-другому урок. Сейчас у нас идет вот новое, то, что мы сейчас выпустили новый единый базовый учебник, и перешли на новое обновленное содержание, пока зашли у нас это первые классы, вы знаете. В последующем у нас пойдет 2-й, 5-й, 7-й классы, потом идут 3-й, и до 19-го года у нас все классы перейдут, все классы, все уровни, и старшие, и средние, и начальные классы, вот именно будут заниматься по обновленной программе, где мы попытались все, и там ученые, методологи, учителя, мы брали со всех регионов Казахстана, брали обычного сельского учителя, городского, районного уровня. Тут и методологи, и лучшие преподаватели Назарбаев интеллектуальных школ, КТЛов, мы все это соединили через 3 уровня, их провели и с профессорами, с методологами разработали этот учебник, который, я думаю, что и детям будет интересно заниматься, и родителям, и учителям. Поэтому я думаю, что вот та модель идеальной школы, к которой мы стремимся, где единая централизованная бухгалтерия, где есть попечительские советы, где родители могут видеть каждую копейку, которую они делают, это все и по физкультуре, и спорт, и вот удобство, и скулбасы, все, что есть, мы, конечно, собираемся, ну, вы знаете, что это огромная работа, которая будет, и вместе с родителями, с нашими, и именно с педагогами, я думаю, что мы вот вместе сообща, мы будем туда идти, и мы придем к ней. А есть такие страны, где существуют уже такие идеальные школы? Да, и такие идеальные школы существуют, вот мы, конечно, сравняемся на страну ОСР, и в первую очередь у нас в Финляндии, вы знаете, что финское образование, они ушли далеко вперед, но они действительно начали лет 50 назад, и начали они с реформы, последовательно, где были вузы, где были школы, где были сады, это вот то же самое, что мы идем, и раннее изучение языков, ранняя предшкольная подготовка, о которой мы говорим, и говорим о том, что обязательно дети должны учить языки. Вот там модели идеальной школы, я думаю, что не надо ничего нового изобретать, конечно, мы и свое тоже будем, то учительство, которое всегда было в СССР, мы, естественно, все лучшее мы будем сохранять, будем идти к этому. Я недавно читал в интернете, что финские школы, наоборот, они такие очень разгруженные для детей, легкие, нет особенной нагрузки на ребенка, он там больше отдыхает, нежели занимается. Вы уверены, что это нам подойдет? Александр, вот у нас такое досуже мнение существует, родители, им надо, чтобы в первом классе были уравнения, были вот эти нагрузки сильнейшие, и мы сейчас многих наших учителей будем менять их сознание тоже, что нельзя так ребенка прям вот его именно задавить с первого класса. Почему потом у ребенка пропадает желание учиться? Ребенок должен с каждым ростом своим, с первого, с второй, с третьим, он должен именно тунести нагрузку, которая именно для его возраста. Нельзя ничего усложнять, а мы начинаем, я сама, когда инспектировала детские сады по республике, я смотрела, зашла в старшую группу детского сада, я была просто вот, ну, я шокирована, потому что дети сидели, готовые дети второго класса, у них стоят учителя, которые преподают, они знают все. Конечно, когда ребенок, так тоже нельзя. У него есть возраст, где в старшей школе есть определенные навыки, которые он должен знать, и которые ему предстоит узнать только в первом классе, во втором. Я хочу вот всех родителей тоже призывать. Всему свое время. Вот есть. Есть для четвертых, да, у нас сейчас идет раннее изучение, у нас и так мы ушли далеко вперед, и есть подготовка детей в предшколе, в предшколе, в школе. Поэтому, ну, не зря же у них самое лучшее образование, мы должны что-то брать. И вот я думаю, что всегда надо стремиться, и я знаю, что так будет. Вы возглавляли одну из самых лучших по-прежнему школ Астаны, 60-ю школу. Там учится друг моего сына. Судя по его нагрузке, я бы не сказал, что там очень легко учиться в 60-й школе. Но сейчас мы же с обновленным содержанием зашли, я не говорю, что вообще в школах, я не говорю, что должно быть легко. Да, ну, если он учится в пятом или в седьмом классе, где начинается уже профилизация предметов, где ребенок уже выбирает, он должен, и я рада, что чем раньше ребенок и классный руководитель совместно с преподавателями, с родителями поймет, допустим, какое направление ребенок выбирает. Либо это гуманитарное, либо он математическое у него направление, либо он физику любит. Естественно, вот когда мы выбираем, оттуда уже идут нагрузки. Ну, грамотный, хороший педагог, он знает, где, как и в каком классе, и именно на каком уровне ребенку давать нагрузку. Поэтому я не говорю, что вообще снимать ее. Сейчас весь Казахстан, особенно педагоги, обсуждают вопрос о внедрении трехязычного образования. Когда оно реально у нас в стране будет? У нас трехязычное образование, мы его внедряем с 2019 года. Вот сейчас у нас идет подготовка о том, что мы говорим. Нам в этом плане вообще Казахстану очень повезло, потому что мы свободно владеем двумя языками. У нас дети абсолютно хорошо говорят как на родном языке, так и на русском. И английский язык у нас, если раньше, вы знаете, что у нас с 2012 года он идет на... У нас один час первого класса, то сейчас у нас мы ввели его в этом году, дети, с первого сентября. Они изучают английский язык два часа в неделю. Во втором классе это будет три часа. И в последующем у нас будет увеличение. К седьмому классу, когда у них уже будет терминология у детей, они уже будут... К старшему классу у него будет более-менее свободное владение. А уже в 2019 году, когда у нас девятые классы будут переходить, ребенка есть право выбора у ребенка. Он будет сам выбирать. Либо он идет в колледж, либо он берет школу. Если у него гуманитарное направление, он учится на том языке, на котором он посещает школу. На государственном или на русском. А если он хочет взять именно направление и мои энциклы, естественно, математическое направление, он будет математику, либо физику, либо химию, то он уже идет именно с английским преподаванием предметов. Четырех предметов у нас будет на английском языке. Это с 2019 года. Я говорю, что, конечно, мы каждый, я учусь, и человек, наверное, всегда должен учиться. И то, что помимо того, что мы изучаем и учимся, и защищаем и кандидации, и докторские, мы вообще учитель должен всегда учиться, я говорю, и в том числе изучать языки. У меня волнует вопрос, где мы возьмем столько англоязычных педагогов? До 2019 года не так много времени осталось. Ну, Александр, мы работаем, у нас детальный план, и мы будем сейчас и обучаем педагогов, и переобучаем эти четырехмесячные курсы, девятимесячные курсы с сохранением заработной платы, с сохранением их на местах, когда мы сейчас приглашаем. Вы сами знаете, что у нас в школах, в вузах есть практика, когда, ну, есть обычная практика на третьих-четвертых курсах, когда студенты приходят. И вот, чтобы они пока заменяли, пока наши учатся дети. Ну, всегда в школах есть учителя, которые, если одна половина, несколько педагогов уходит, то вторая половина их заменяет. Эта взаимозаменяемость была всегда в школах. Пока мы будем обучать педагогов, а у нас сейчас мы знаем, сколько нам нужно обучить педагогов, да, более 34 тысяч, сколько сейчас начали уже переобучение. Для нас преподавание — это не новое, Александр. Это вот не то, что нам свалилось. Вы знаете, что у нас интеллектуальные школы, КТЛы, полиязычные школы, школы Дарын, которые есть сеть вообще по Казахстану. Это более 200 школ, они уже и занимались, и занимаются давно, да. Не будем говорить о частных школах. И поэтому у нас и учебники есть, и учителя, которые занимаются, и методики есть. И тут ничего не надо изобретать. Поэтому вот создавать на этом ажиотаж, я думаю, не стоит. Ну, есть Астана, есть Алматы, где еще можно найти сильного преподавателя, который выучит тебя английскому языку. Ну, и то я сомневаюсь, что за 9 месяцев можно в совершенстве владеть английским языком. И опять же, одно дело, когда ты говоришь на бытовом английском, и совсем другое, когда ты должен преподавать на английском языке. И для меня сложно представить, как где-нибудь, ну, допустим, в Аральском районе Козлородинской области подготовить педагогов, способных преподавать на английском языке. Ну, Александр, мы приглашали педагогов со всех регионов, причем в селах малокомплектных, за 500 километров от районного центра, да. Мы их приглашали, с ними беседовали. Вот есть ли желание за 2,5 года. Конечно, у каждого учителя присутствует страх, да. Мы, естественно, работаем с педагогами, которые более молодые, да, среднего возраста, которые хотят это в любом случае. И вот теми химиками, биологами, математиками, они единственное переживают не за то, что как они овладеют. Да, мы, говорит, все-таки хотим, стараемся, будем учить терминологию, специфический язык. Есть специальные преподаватели, которые сейчас их будут готовить, которых мы пригласили, методологи наши из-за рубежа, многие центры, которые занимаются, в котором в каждом из Урле, большая сеть, вы знаете, институтов, которые будут готовить педагогов, есть в каждом городе, в каждом центре района. И когда они будут готовить, естественно, будет вопрос стоять. И вот тогда, когда я задала, говорю, вот вы чего боитесь? Педагогу с сельской местности, он сказал, Эльмир Магалинович, больше всего я боюсь, что я буду объяснять материал и забуду одно слово. Ну, Игорь, я вот встану, я говорю, ничего нет, вы можете открыть материал. И просто потому что дети нас поймут. Дети, они, ну, это настолько мудрые человечки, что они поймут все, они могут подсказать. Я думаю, что всегда надо начинать, надо не бояться. В казахах есть такая пословица, Холжасайт, Косхурхат, да, вот мы боимся глазами, но надо нам начинать и не надо бояться. Я думаю, что и родители наши боятся, так как они не знают языка, естественно. Но вот тем, кто выбирает именно естественное математическое направление, которое, допустим, он не гуманитарий, гуманитарий он идет и учит на своем языке, тот, кто выберет, то ему надо быть готовым, выбрать английский язык, учить. А мы с первого класса для этого будем прилагать уже все усилия и готовить и ребенка, и педагога. А не получится ли так, что останутся без работы педагоги, не имеющих способностей к изучению языков, или, допустим, педагоги более старшего возраста, которым тяжело уже иностранные языки постигать? Допустим, сильный педагог по физике, но из-за того, что не знает английского языка, он останется без работы? Ну, ни в коем случае. Я уже, вот объезжая регионы, вот в Южно-Карастанской области, я встретилась с 1022 директорами, 1022 школы средние, я с каждым разговаривала, и как раз этот вопрос поднимали. Я сказала, ни в коем случае, если есть педагог, которому там под 60 лет, он известный у вас физик, который, ну вот, вы действительно ему доверяете, ему не нужно учить английский, он будет преподавать, есть и 7-е, 8-е, 9-е классы, единственное, в 10-х, в 11-х классах будут преподавать более знающие педагоги. Поэтому там у нас огромная программа, которая разработала, у нас будут проекторы, у нас будут электронные доски, видеоуроки, которые, если учителя нет, то будет тот же специалист Алматы из Астаны преподавать, а тот учитель, который не знает, он будет ассистентом. Ну, огромный спектр, который мы продумали, который мы будем реализовывать. А уже разработаны учебники, по которым будут учиться дети английские? Да, дети, если... Сейчас идет еще разработка, у нас есть еще время, мы поэтому над ними работаем. Да что это такие, эти учебники есть, но мы попытаемся все равно сделать их лучше, добавляем, и мы к 2019 году эти учебники будут готовы. Причем они будут апробированы. В 2018 году. И вот, кстати, про учебники. Накануне 1 сентября вы проводили большой брифинг, и по всем телеканалам страны объявили о том, что на 99% все школы Казахстана обеспечены учебниками. Но сейчас по-прежнему в СМИ появляются статьи, сообщения о том, что в Кустанайской области не хватает учебников, там в Актюбинской области не хватает учебников, в Вижнокорстанской области два дня назад видел сюжет, не хватает учебников. И особенно жалуются семиклассники, потому что говорят, что якобы министерство в этом году вообще для седьмых классов не заказывало учебники. Это правда? Да, это правда, потому что у нас есть цикл, есть фондирование, когда учебники обязаны постановлением правительства, у нас есть выпуск. Если в этом году мы обеспечиваем по обновленному содержанию первые классы, в следующий год у нас будут вторые, пятые, седьмые классы, есть цикл, когда мы обновляем, вы сами понимаете, что информация, мы должны добавлять информацию, мы должны учебники отсматривать, какие есть. Поэтому в этом году я не думаю, вот сейчас вы когда говорите, потому что мы тоже отслеживаем эту ситуацию, и когда у нас возникают какие-то вопросы, местные исполнительные органы нам докладывают, что вот столько-то учеников, предположим, сколько, если 370 тысяч пришли в этом году первоклассников, то, допустим, какая-то область у него, допустим, не там, ну, предположим, не 4 тысячи там пришли, а там 4,5, то то, что они не доработали, конечно, там вопрос двух-трех дней, но в любом случае, каждый раз мы, у нас Ирлан Кеджи Галевич держит, министр образования науки, он держит это на контроле, поэтому у нас все издательства отчитываются, сколько они выпустили. Вообще, по первому классу у нас нету недостатка. Единственное, родители, может быть, там, я знаю, что вот мы соцсети отслеживаем, там вопрос по рабочим тетрадям, это совершенно другое, это родители должны покупать. Другое дело, когда они вспоминают, что ребенку завтра в школу 31 августа все издательства, там, Алматы, КТАП, или там, допустим, у нас здесь в Астане и в других регионах буквально все лето стоят пустые, и только начиная 31 августа, там идет битва, потому что, естественно, родители вспомнили, и, конечно, хотелось бы тоже сказать вот и по этому поводу, но, значит, пока сейчас, что вот именно каких-то учебников конкретно не хватает, я возьму себе на заметку и, естественно, приеду по вот этим указанным регионам. И по семиклассникам тоже обеспечено 100%? Хорошо, конечно. Вот то, что нам сейчас они дают, какую нам информацию местные исполнительные органы, управление образования на местах должны обеспечить у себя, на это специально Акиматом выделяются деньги, где должна быть полностью доставка учебника, все дети должны сидеть за партами у нас, я еще раз говорю, бесплатно, и все должны сидеть с учебниками, поэтому этот вопрос... А за это, извиняюсь, несет ответственность Акимат или Министерство? Акиматы. Акиматы, да? Министерство только рекомендует получать? Мы рекомендуем, мы отслеживаем, мы начинаем этот процесс, для нас важно, чтобы учебники были вовремя напечатаны, они должны быть розданы, а уже отгрузку и у себя раздачу это обеспечивает местные исполнительные органы. Еще один вопрос, который часто обсуждается, особенно в социальных сетях, это школьная форма. Кто-то выступает за школьную форму, кто-то против школьной формы, кому-то не устраивает, что средняя цена школьной формы 20 тысяч тенге за комплект. Для кого-то это мелочь, а для кого-то это серьезная нагрузка на семейный бюджет. А есть у Министерства какое-то определенное видение по этому вопросу? Ну, министр в своем приказе мы уже обозначили, что существовать должна единая школьная форма, которая решается по совместно, должно быть согласие и родительского комитета, и администрации школы, которая должна по согласованию решить, какая и прописать ее в уставе. То, что школьная форма должна быть обязательно, это неоспоримо. Вы знаете, что, ну, вообще всю жизнь всегда была школьная форма, и то, что она и ребенка, да, вот полностью его дисциплинирует обязательно, нету никаких соревновательных между девочками и мальчиком, поэтому я думаю, что это хорошее дело. Единственное, не хотелось бы, чтобы этим воспользовались на местах, кто-то там лоббировал какие-то свои интересы, поэтому мы всегда говорим родителям и школе, администрации, что это это ваше решение. А вот уже с 2002 года, я знаю, что вот в крупных городах Казахстана школьная форма уже давно существует, в Астане она точно с 2002 года, и когда я была, я тоже работала директором, как вы сейчас сказали, тогда у меня даже дети принимали участие, они сами выбирали фасон, смотрели, ну, вы же знаете, сколько тысяч у нас детей, миллионов будем говорить, да, более трех миллионов у нас школьников, сколько родителей, всегда были разногласия, всегда будут мнения. Я думаю, что это должно решаться большинством голосов, утверждаться решением, в устав вводиться, и уже потом неукоснительно этому следовать. Вот недавно в Астане девочку не пустили на линейку школьную на 1 сентября, потому что у нее волосы были распущены. Это вообще закономерно? Имел ли право такое делать? Конечно, не имел, Александр. Вот такие вещи, когда случаются, это всегда расстраивает. Вот меня, как педагога, конечно, я когда увидела и услышала, я, естественно, сразу этот вопрос подняла, потому что в любом регионе, когда возникают какие-то вещи такие нелицеприятные, такого плана, тем более, когда это касается личности ребенка, мы, поверьте, Министерство образования за это очень сильно переживает. Я думаю, что вот эти вот все сейчас, которые набирают оборот в соцсетях, кто-то за, кто-то против. Я считаю, что факт имел место быть. Никакого там на второй ряд, третий ряд. Ребенка попросили уйти. Другое дело, что в школе был юбилей 25-летие, и школа должна была там стоять, они снимали для школьных страниц, чтобы показать выпускникам. Но учитель, на то и он учитель, чтобы ребенок, который пришел в школу, в храм знаний с такими распахнутыми глазами, другое дело, что мама, конечно, должна была обеспечить, раз ребенок идет в первый класс, любая мама или папа, он всегда старается, чтобы ребенок пришел. Но учитель, всегда у хорошего учителя там, я не знаю, ну, подбежать, у коллеги спросить, дайте мне резиночку, я просто сейчас возьму в хвостик, сделаю, ну, переставлю ее. Я думаю, что сделан был учитель выговор, я считаю, что достаточно справедливо, хотя я сама досконально разбираюсь, и вот так голословное решение не принимала, и будучи руководителем, работая в школе, в образовании, уволить учителя или сделать ему серьезное замечание, дисциплинарный выговор, это тоже отражается и на его, и ему неудобно, и в коллективе это не совсем приятно, но учитель всегда, на то он и взрослый, чтобы найти выход, успокоить, ну, мне просто рассказывали, что ребенок с такими слезами стоял, и у него на всю жизнь, вот, первое сентября, конечно, поэтому я в этом вопросе достаточно жесткого мнения, что, как бы то ни было, учитель должен был, он на то и учитель, чтобы обыграть ситуацию, и не выводить ребенка с такого вот мероприятия, как первый звонок. Знаете, когда разговариваешь с преподавателями, спрашиваешь про главные проблемы школьного образования, они чаще всего говорят про то, что очень много писанины, отчетов дополнительных, и дополнительной нагрузки, вот, про дополнительную нагрузку даже президент не так давно на совещании говорил, поднимал эту проблему, а есть ли шанс, что у преподавателей решатся вот эти проблемы? Да, глава государства обозначил эту проблему, и Ирландий Джигалевич сейчас ее занимается. Всегда у нас были нагрузки, потому что нужно проверить ребенка, нужно, допустим, посмотреть, да, его домашние условия, есть всеобучие, есть обход по дворовой, есть то, что мы называем, что ребенку нужно по воспитательной работе, как он дышит, какие он кружки заполняет, есть определенная работа, бумаги очень много, когда заполняешь и отчитываешься за четверть. Но у нас сейчас очень новые программы, многие заходят, одна из них у нас будет «Кунделек», это дневник РУ, который вот он сейчас во многих государствах СНГ тоже пользуется. Я думаю, что сейчас у нас нагрузка, я вот по регионам, когда ездила, учителям говорила, что в первую очередь министр поставил перед нами сейчас задачу именно снять эту нагрузку с учителей. Я думаю, что это будет у нас тоже в ближайшем, и мы сейчас с учителями будем об этом делиться. Ну, остается надеяться, что все так и будет. Спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, уже через несколько минут запись нашей программы будет доступна на сайте телеканала «Хабар». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова